Приветствую глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемые слушатели. Разрешите представить вашему вниманию доклад дерматоскопии диспластического невоса. Сейчас, возможно, чуть-чуть повторюсь, но по всем имеющимся данным диспластический невос встречается у 2 до 10% населения, чаще у молодых людей, а также у пациентов с анамнезом меланомы он встречается в 30 до 60% случаев. Также хочется вернуться, что у нас по классификации диспластический невос мы ставим на основании патоморфологического диагноза, а так клинический мы имеем право ставить, клинический атипический невос как диагноз. Синдром диспластических невосов может быть как наследственным, так и спорадическим. Чаще диспластический невос встречается у пациентов на коже туловища и конечности, но может встречаться и в других местах, абсолютно в других локализациях. Риск развития меланомы у пациентов с диспластическими невосами выше, даже периодически до 20 раз, чем у людей без диспластических невосов. Риск развития меланомы увеличивается в зависимости от количества диспластических невосов и является наибольшим у людей с клинически атипичными невосами и меланомой в личном или семейном анамнезе. Классификация признаков дерматоскопических была предложена группой авторов в 2001 году и она является основной, которой все возвращаются спустя годы. Она основана, по сути, на основных признаках меланцитарных образований. Если мы учитываем, вспоминаем вообще двухэтапный алгоритм решения вопроса о том, с каким образованием мы имеем дело, первым этапом мы всегда определяемся, есть ли там признаки меланцитарного образования. И на этом основана вообще эта классификация. То есть они у нас могут быть глобулярными, ретикулярными, либо гомогенными, либо на основании совокупности этих признаков. На данном слайде представлена ретикулярная модель строения диспластического неоса, самая классическая, наиболее часто встречаемая. Далее ретикулярная пятнистая. Она встречается у пациентов со светлым фототипом, первым, вторым, до третьего фототипа. Это частая модель. Также центральная гипопигментация, также у людей со светлой кожей, со светлым фототипом. Далее центральная гиперпигментация. Она встречается у людей с более темным фототипом кожи, с образованиями у людей, которые, начиная с третьего фототипа. Гомогенная она может встречаться как у тех, так и у других, тоже частая модель. Глобулярная модель строения чаще всего встречается у детей, как и все остальные невусы у детей имеют глобулярное строение. Ретикулярно-глобулярная у людей старше обычно 20 лет с переходом и с признаками периферического роста, как представлено на этом слайде внизу. С типичными глобулами по периферии. Мультикомпонентная – это такая вещь, которая чаще всего вводит в заблуждение. Она может встречаться как при меланоме, является наиболее сложной в дифференциальной диагностике образований. Эксцентричная гиперпигментация встречается очень часто в диспластических невусах, также которые могут вводить в заблуждение клинициста и приводить к экстезионной биопсии. Эксцентричная гипопигментация – тоже часто встречаемая модель. Диспластический невус – всегда, когда мы клинически смотрим пациента, необходимо рассматривать конкретный атипичный невус в контексте других образований, которые имеются у пациента, потому что чаще всего у пациентов с диспластическим невусным синдромом все равно встречается преобладающая модель строения. И на этом фоне надо не пропустить возможного гадкого утенка, положительный признак, что может привести к ранней диагностике и выявлению ранней меланомы. Профилактическая экстезионная биопсия клинических атипических невусов не рекомендовано в связи с крайне низкой вероятностью развития меланомы из этих образований, что доказано группами авторов, начиная с 2000-х годов. Об этом пишется неоднократно, и это упомянуто в рекомендациях в всех международных, американских и великобританских также. Основное, с чем нам нужно дифференцировать диспластический невус, это, конечно же, меланома, начинающаяся, ранее развивающаяся меланома. Если мы видим в меланоцитарном образовании, как мы определили перед этим первым этапом, оттенки сине-серого, розового, либо белого цвета, они, надо помнить, нетипичны для диспластического невуса и требуют верификации морфологической либо кратковременного наблюдения, что входит в рекомендации по всей рекомендациям. Дерматоскопия и сравнение со всеми остальными образованиями, выявление преобладающих структур и выявление, так сказать, признака гадкого утенка, если он имеется, также это должно приводить к морфологической верификации процесса. Если анамнестически мы имеем быстрый рост, а стоит упомянуть о том, что по всем исследованиям, которые мы имеем, группа авторов указывали, что в 60-70% случаев диспластические невусы не изменяются со временем, но возможны изменения в 30%, и из этих 30% только в 10% случаев мы имели дело с ранней меланомой, поэтому диспластические невусы в основном они никак не изменяются. А также появление меланцитарного образования старше 40 лет обычно уже следует эволюции УННО, следуя всем этапам развития меланцитарных образований, после 40 лет наши невусы приобретают уже интерпедермальный характер и далее уход пигментации, поэтому появление меланцитарного образования старше 40 лет должно настораживать, но при этом стоит помнить, что диспластические невусы могут появляться и после 40 лет, но это редко, но такое возможно. При дифференциальной диагностике диспластического невуса и меланомы посредством дерматоскопии мы не должны забывать об алгоритмах, их представлено много, наиболее часто это трехбальные, АБЦД алгоритм по Штольцу, семибальные Арджинциана и одиннадцатибальные оценки по Мензес. Все мы о них хорошо знаем, хорошо помним, поэтому останавливаться на этом сильно не будем. Разрешите вам представить клинические картины дерматоскопического виду диспластического невуса. Пациентка на данном слайде представлен диспластический невус у пациентки 54 лет с меланомой в анамнезе. На этом слайде мы видим атипичную пигментную сеть и формирование псевдоподий по периферии и абсолютное отличие от преобладающих структур и от всех остальных невусов. Морфологически нам подтвердили наличие у пациентки диспластического невуса. Пациент также с диспластическим невусом, с большим количеством невусов. Мы видим асимметричную структуру, видим розовый цвет, который нас должен настораживать, и быстрый рост в анамнезе у пациента. Этот невус развивался быстрее, чем все остальные. Морфологически мы подтвердили диспластический невус у пациента. На данном слайде представлен клинический случай пациента с быстрым ростом меланцитарного образования после 50 лет. Клинически и дермацкопически мы видим все признаки персно распространяющейся меланомы, что нас очень насторожило, но морфологически мы подтвердили, что у данного пациента имеется диспластический невус. На данном слайде представлен клинический случай пациента 30 лет. Надо отметить, что по всей спине фотоповрежденная кожа, и клинически бросается в глаза меланцитарное образование, которое быстро появилось, и пациент отмечает рост. Дерматоскопически мы видим асимметрию, эксцентричную гиперпигментацию, что нас насторожило на основании всех остальных образований фотоповрежденной кожи, что позволило морфологически подтвердить диагноз диспластического невуса. На данном слайде представлен случай пациентки 23 лет с множественными образованиями. Мы видим ниже интрадермальный невус в виде папулы. Данный невус настораживал пациентку в связи с быстрым ростом, что мы подтверждаем дерматоскопически, видя атипичные глобулы, то есть несимметричный характер периферического роста. Без структурные зоны, а также асимметрия по структуре, что также привело к морфологическому подтверждению диагноза диспластического невуса. Стоит отметить, что большинство диспластических невусов со временем не изменяется, о чем нам говорил Харальд Китлер, который является экспертом в данной области. Проведено много исследований, много клинических случаев. Большинство, до 70% диспластических или клинически атипичных невусов не претерпевают изменений с годами. Что же говорить про предшественников? В многих исследованиях, многие авторы, также Карл Китлер с другими соавторами еще с 2001 года говорят о том, что диспластический невус является не предшественником, а ранее нераспознанной меланомой клиницистом. То есть, если мы видим меняющийся невус, чаще всего это у нас уже будет меланома, которая не соответствует нашим критериям, и мы ее не распознали в более раннем этапе. С чем еще надо проводить диагноз? Конечно, это пигментированный базально-клеточный рак, но у него есть, если мы вспоминаем, двухэтапный алгоритм диагностики, то есть, если мы просто следуем даже этому двухэтапному алгоритму, то мы на первом этапе распознаем, что образование имеет немеланцитарный характер, и уже не уйдем по неправильному пути. Они у нас, да, бывают пигментированные, очень часто мы видим дерматоскопические признаки яйцевидной синисерой, структур, листовидные структуры, полевидные вкрапления пигмента, очень часто характерны для базилиома. Но мы не видим характерных основных признаков меланцитарных образований. Повторюсь, это у нас ретикулярный тип строения, гомогенная пигментация, либо глобулярный для молодых людей, потому что, если вы простоте, по сути, мы все невусы видим глобулярного строения. Врожденные невусы у нас могут быть и возрослой жизни глобулярного строения, но в основном они переходят в ретикулярный. Пылевидные вкрапления пигмента у нас характерны для базально-клеточного рака. Структуры по типу спецового колеса очень часто мы видим очаги изъязвления, которые, возможно, клинически мы можем не заметить, но экскореакции дерматоскопические мы их замечаем. Древовидные сосуды, которые часто являются основным диагностическим критерием базилиома, часто встречаются при других образованиях и также при дерматитах, поэтому их надо только в комплексе сравнивать с этим, со всеми остальными признаками. Также следует отметить в дифференциальный диагноз диспластического неоса пигментированный сиборейный кератоз, который тоже у нас часто бывает, бывает, уводит клинициста по неверному пути. Для него характерны милиум-подобные кисты, комедоноподобные структуры, очень резкий выраженный край по типу края изъеденного моли, мозговидные структуры и сосуды в виде шпильки. Также со структурой по типу отпечатка пальца. На данном слайде представлены у нас несколько дерматоскопических картинок сиборейного кератоза. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин